Машина в игре Машина, которая имеет действительно уникальный внешний вид и в отношении презентации машины и ее стилистики у меня нет вообще никаких вопросов к разработчикам, ну а точнее к художникам. Машина прорисована ну очень классно, детализирована и мне честно говоря заходит на все 200. Я люблю всякого рода машины, которые кардинально отличаются внешним видом от других, ну допустим такие тачки как лесная ведьма, фараон, уничтожитель и многие другие машины. И самый главный вопрос, будет ли Костолом круче чем все остальные, с кем его будут сравнивать. А понятное дело, что сравнивать его будут с такими уникальными машинами по Мэтгеймсу, как Крушитель, тот же самый Уничтожитель, может быть отчасти Могильщик, ну и где-то как-то с отголосками на лесную ведьму, хотя она не имеет отношения ко всей этой линейке танков. Так вот скажу вам откровенно, Костолом машина действительно уникальная во всем, но она не обладает какими-то специфическими характеристиками, допустим по орудию, которая бы кардинально отличала от других тачек. О чем я говорю? Лесная ведьма, 4 снаряда, барабан с системой дозарядки. Уничтожитель, 3 выстрела за одно нажатие, при этом разносит в щепки, либо не попадает абсолютно. Крушитель имеет существенный разовый урон, более 600 единиц на своем седьмом уровне, но при этом обладатель не сильно хорошего пробития в 151 мм. В отношении Могильщика, суперский барабан, который как плевачка выплевывает 6 снарядов один за другим, но при этом опять-таки, как та же самая детская плевачка, наносит несущественный урон в районе 90 единиц за каждый выстрел. Так что такое Костолом и какими техническими характеристиками наделили данную машину? Тачка получилась действительно интересной, и почему я говорю легендарной? Потому что навряд ли разработчики предоставят ее в свободном доступе в ближайшее время, и скорее всего Костолом станет точно таким же единорогом, как его сделали из, допустим, того же самого уничтожителя. По орудию здесь вроде бы не сильно все интересно, но когда играешь, получаешь массу удовольствия. Время сведения с учетом улучшения в оборудовании по двум слотам составляет 4 секунды, это долго, и мне понадобилось где-то порядка 10-12 боев для того, чтобы привыкнуть к такому времени сведения. Но когда к нему привыкаешь, в целом играется комфортно. В отношении разброса, кажется, что великоват, 0-349, но при этом всем на средних и ближних расстояниях играется вполне спокойно, а на дальних расстояниях порой попадаешь белке в глаз, и чему сам удивляешься. В отношении урона в минуту, казалось бы, лежит на плинтусе 1959 единиц, но при этом, ребят, стоит отметить, что машина живучая, и этот ДПМ он действительно реализуем. По времени перезарядки неполных 11 секунд, играется комфортно, приятно, и ты никуда никогда не спешишь. По пробитию очень даже приятно, 172 мм, да, с этим пробитием против восьмерок будет играться тяжеловато, но против себе подобных машин вы однозначно будете одним из лучших по уровню пробития у себя в каточке. В отношении урона, 350 единиц, это то, что я говорил, здесь выдержан баланс таким, чтобы это просто была хорошо сбалансированная машина, а не выпячивалась вперед какими-то конкретными техническими показателями. А уровень склонения орудия вниз в минус 7 позволяет очень приятно отыгрывать на неровностях, и это действительно комфортное орудие, с учетом того, что башня хорошо забронирована с лба, и в целом, когда играешь от башни на неровностях, тебя практически никто не пробивает. Ну, может быть, за редким исключением, голдой. По подвижности машина флегматична, 34 км вперед, 14 назад, но при этом всем, как я уже сказал, машина обладает живучестью, броня у нее есть. Ну, а значит, ребят, с этой подвижностью вполне спокойно можно перекатываться по карте и быть полезным там, где вы нужны. Не знаю, ребят, как вы, а я уже безумно хочу данную тачку, потому что, как я говорил, я являюсь любителем всего экзотического в нашей игре, и в частности, танков, которые не повторяются своим внешним видом с кем-либо из ветки прокачки. Ну что, берем машину и поехали посмотрим, на что она реально способна. Ну что, друзья, давайте будем заценивать. Как обычно, начинаем с подвижности. Подвижность у машины вполне себе приемлемая. Едет довольно бодро, обгоняет уничтожителя, идет наравне с могильщиком. Короче говоря, отставать в бою вы точно не будете. В отношении маневренности к машине тоже абсолютно никаких вопросов нет, с учетом уровня бронирования. Я считаю, что подвижность и маневренность здесь действительно находятся на высоте. По углу склонения, ну, допустим, на примере вот этой игровой позиции, выцеливать можно, причем с существенным запасом. Можно откатиться немножко назад, но тогда выцеливать не будете. В общем, где-то в золотой середине находясь, можно вполне спокойно отыгрывать. При этом всем корпус не является супер большим, и выцеливать его тоже будет не сильно легко вашим соперникам, если будете где-нибудь его прятать за неровностями. Короче говоря, в отношении игры от неровностей, в частности, игры от башни, то я бы сказал, что машина удалась. Хотя является очень высокой по росту, и да, действительно, в некоторых моментах дискомфортно, когда стоишь бортом. В отношении уровня пробития. Ну, в целом достаточно, в целом хватает. Да, сейчас бью по шестерке, вопросов нет. Не совсем тот танк, на котором необходимо это тестировать. Но, скажу вам откровенно, мне крайне редко попадались моменты в игре, в которые мне не хватало уровня пробития. По времени сведения, как я говорил, действительно, у танка долговатое время сведения 4 секунды, с учетом всех улучшений. Но при этом всем к нему очень быстро привыкаешь, и в целом можешь играть порой даже без полного сведения, просто плюс-минус понимая, куда в основном будет лететь снаряд. Короче говоря, в отношении машины у меня остались исключительно позитивные впечатления. Да, можно закинуть, конечно, Костолому как минус то, что он не является чем-то уникальным в виде орудия. Да, вот то, о чем я говорил, что те танки, которые будут в любом случае стоять в списке для сравнения с этой машиной, тот же самый могильщик или тот же самый уничтожитель, эти машины обладают уникальными орудиями, которые обладают уникального геймплея благодаря этому. Костолом в этом отношении, ну, я бы сказал, не удался. Это просто хорошо сбалансированное орудие, но в совокупности с хорошей подвижностью, маневренностью, уникальным внешним видом, от которого прям веет, веет ощущением твоей, как это правильно назвать, непохожести тебя на других. Я не знаю, какой термин подобрать из лексикона, к сожалению, не настолько он богат. Но, как я говорю многим ребятам, кто спрашивал меня про Костолома, Костолом это что-то такое, чего нет ни у кого другого. И ты единственный в таком бою. И в каждом бою ты чувствуешь себя таким уникальным. В этом фишка тачки. И именно из-за этого он мне безумно понравился. Давайте доберем товарища. В целом мне должно хватить сейчас альфы. Вполне спокойно с запасом. Ну и на этом, ребят, победа. Вот такой вот Костолом, вот такая вот игра. Будет ли справляться с этой машиной новичок? Да легко, абсолютно спокойно. Это вам справляться не с тем же самым крушаком, на котором надо уходить на полгода на перезарядку. Это вам не тот же самый уничтожитель, который через каждый снаряд мажет следующим снарядом, хотя выплевывает сразу три. Это обычная, классная в отношении игры машина, машина, которая позволяет чувствовать себя абсолютно спокойно в боях и не заставляет вас практически нервничать. В отношении результативности машины я занимаю первое место. И скажу вам откровенно, играя на Костоломе, у меня не было боев, в котором я находился бы вне топ-3 своей команды. Это действительно приятная машина в отношении результативности по настрелу. Вполне себе приятная машина в отношении количества фрагов, которые может делать забоя на моем счету. Максимальное количество было 4 уничтоженных соперника, причем в обычном нормальном бою, в котором они сопротивлялись, они спали где-то у себя на респе. И при этом всем на Костоломе я тогда набросал более 3,5 тысяч урона, чему был очень доволен. В общем, Костолом однозначно вас порадует, а вот то, что однозначно не порадует большинство танкистов, так это ценник на данную машину, потому что, как мне кажется, надо будет продать 2 почки и, скорее всего, половину сердца для того, чтобы эту машину себе заполучить. И от этого становится очень сильно грустно, но верю в то, что рано или поздно доступ к этой машине все-таки предоставлен будет всем игрокам, ну и каждый себя сможет порадовать в том или ином способе получения данной тачки. Может, в рулетку когда-нибудь закинут, а может, в контейнер где-то добавят, посмотрим. Кстати, стоит отметить, что Костолом вторая машина в нашей игре, которая является обладателем, как вы видите, вот этого вот уникального, уникального значка, уникальной иконки в ангаре. Все остальные машины обладатели обычных иконок, на которых изображен флаг тот или иной на заднем фоне. Почему говорю второй танк? Потому что, да, есть еще одна машина в нашей игре, у которой тоже уникальная иконка. И нет, это не всякого рода уничтожители, крушители или что-то подобное. Будете удивлены, но это не более чем Сентинел. На четвертом уровне, как вы видите, обычный британский флаг у всех остальных машин в игре, и только у него, ну, некое подобие данного британского флага с добавленными звездочками. Почему так сделали для Сентинела, мне лично непонятно, но почему так сделали для Костолома, по-моему, объяснять абсолютно нет никакого смысла. И считаю, что такие вот внешние виды иконок должны быть у большинства супер популярных и мега уникальных машин в нашей игре, которые Костолом, в принципе, и являются. Пошел снимать следующее видео специально для вас. Вам буду благодарен за лайкос. Если вы за честность и оперативность на канале, подписывайтесь на этот канал и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok